Привет подписчики и гости моего канала Тревель НРФ. С вами Альберт. Этот видеоролик снимаю по просьбе одного из моих подписчиков. Он в комментариях попросил показать санаторий Голубая Волна. Напомню, санаторий Голубая Волна это когда-то один из самых популярных санаториев Геленджика с очень хорошей лечебной базой. Он был продан относительно недавно. Сейчас я направляю в сторону Тонкого Мыса. По этому пути немножко покажу вам, как дела на набережной. Но обо всем по порядку. А вообще погода сегодня немного изменилась по сравнению со вчерашним днем. Кто смотрел мой вчерашний видеоролик, видел, что было очень солнечно. А сегодня поднялся ветер. Ну я бы не сказал, кстати, что похолодало. Градусов наверное так же 9-10, но небо подзатянуло. Ждем дождя. В этой части набережной всегда относительно пустынно, даже летом. Здесь не так много народу. Ну и сейчас, как вы можете видеть, людей практически нет. Там спереди идет человек 5-6. И на этом все. Поэтому, как правило, все гуляют все-таки в сторону Толстого Мыса, в сторону центра. Там интересен, там основная движуха, даже весной и зимой. Ну, кто смотрел вчерашний видеоролик, мог бы там убедиться в огромном количестве народу. Ну вот я дошел практически до санатория Голубая волна и вижу здесь ограждение. Посмотрим, что здесь происходит. А здесь происходит капитальное строительство гостиничного комплекса Голубая волна. Так что я пришел прямо, прямо так сказать, по адресу. Ну что, посмотрим, что стало с санаторием. Походим здесь вокруг, поснимаем. Я свернул с набережной и сейчас иду в сторону улицы Туристическая. Справа от меня забор, за которым как раз-таки находилась территория санатория Голубая волна. По информации РБК Краснодар, санаторий Голубая волна построен в 1980 году. Объект на 300 номеров занимает территорию 12,5 гектар. Так он выглядел со старых снимков из космоса. Ранее санаторий принадлежал Алроса. В 2019 году компания продала его на торгах структуре основателя пивоваренной компании Балтика и владельцу цикстильной БТК групп Таймуразу Балуеву. Акционерное общество санаторий Голубая волна было зарегистрировано в Геленджике еще в 1998 году. На 2020 году выручка составила 88,7 миллионов рублей. А чистый убыток 124,8 миллионов рублей. Это, кстати, не первый отдельный проект в Геленджике, который заинтересовал бизнесмена. В сентябре 2021 года стало известно, что Балуев стал владельцем 100% ООО «Дельфин», которое владеет 6,5 и 7 тысячами квадратных метров в районе Тонкого мыса. Это совсем рядом от санатория Голубая даль. Также среди кубанских активов Таймураза Балуева это ООО «Аэропорт Геленджик» почти 50%. Пока я летал на отбывшем санаторием, в Геленджике вышло солнышко и дождик отменяется. Я надеюсь, что удовлетворил любопытство моего подписчика и любопытство других людей, кто интересовался судьбой этого санатория. Если вы досмотрели ролик до этого места, то обязательно оцените его. Подпишитесь на канал, ударьте в колокол, чтобы не пропустить следующих видео. И до новых встреч. Всем удачи. Пока.